ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ КОНЕЦ 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Все. Весь квартал. Весь квартал. Долой. Этот домик особый дом. Во-первых, он, по-моему, очень красив сам по себе был. Домик с колонками. Стоял он на собачьей площадке. Сейчас его нет. Там прошел проспект Калинина. Когда я его рисовал... Да, этот дом связан с тем, что это было первое жилье, я не знаю, может быть, даже единственное жилье Марии Александровны Ульяновой. В этом доме останавливался Владимир Ильич Ленин, когда он ехал в ссылку в Шушинское. И уже о том, какая это память, и говорить не приходится. А для меня вообще город становится на такой рот с выбитыми зубами вообще. Потому что среди башни, пустыри. А сейчас почему-то выбиваются эти дома. Причем выбиваются без всякого смысла, потому что дальше ничего не происходит. Они даже не заменяются никакими новыми сооружениями. Даже плохими сооружениями. А образуется пустырь, с которым не знают, что делать. А пустырь полон Брэдмауэров, вообще лишён всякой. То есть обнажаются, по сути дела, дворы. А дворы становятся фасадами. Вообще полная чепуха. Может, такие вот городские пустыри рождают и пустыри в нашей памяти. Ну, вы не помните, как Пушинская улица раньше называлась? Нет, не помню. Пушинская улица. Не знаю. А какие театры есть на этой улице? А вот кто в этом доме из писателей известных жил? Не знаю. Какие магазины ещё, может, скажем? А кто жил, нет. Понятно. Вот из такого мещанского невежества вырастала облечённая властью равнодушие к прошлому, к душе города. Вы скажете, вот где площадь Шолохова? Площадь Шолохова? Ну, что вы. Я её не называю. Я её называю Зубовской площадью. Для нас осталась Зубовская площадь для старых москвичей. Вы правы. Трудно любить город, в котором всё меньше остаётся связанного с твоим детством, юностью. Исчезают дома, предаются забвению, неповторимые исконно московские названия. Откуда же взяться приверженности, преданности, любви? Москвичи жалуются на то, что они утрачивают интимную связь с городом. Я, пожалуй, никогда так сильно не ощущал смысл этих горестных слов, как сегодня, когда после очень долгого перерыва оказался на улице, где прошли 20 лет моей жизни. Я эту улицу просто не узнаю. Когда-то это был тихий, старый, московский переулок. В начале советской власти на этой самой улице Фуруна, тогда ещё на Щёковском переулке, появился один из первых кооперативных домов. Дом, построенный писателем. Он был построен на месте, который уже сейчас мне трудно точно определить. Здесь жил Матозалки. Он же прославленный генерал Лукач, командир интернациональной бригады во время войны в Испании. Он был нашим первым управдомом. Мы так его и называли, наш дорогой управдом. Был человек славный, добрый, улыбчивый, безмерно храбрый и отличный писатель. В том же подъезде жил короткое время своей трудной жизнью один из крупнейших поэтов века, Осип Мандельштам. Отсюда прозвучали слова известной песни «Взвейте с кострами Синей ночи», созданной жителем этого дома Александром Жаровым. Здесь создал свою интервенцию, а в дальнейшем прекрасную повесть два бойца «Лев Славин». Я называю только малую часть замечательных жителей нашего дома. Но скажу, пожалуй, о самом интересном. Здесь жил и творил свои чудеса Михаил Булгаков. Отсюда поднялись все его видения, которые до сих пор чаруют мир. Здесь он кончил свою жизнь. Ну, сами понимаете, это стало бы местом паломничества не только москвичей, жителей нашей огромной страны, но и людей со всего мира. Они бы приезжали сюда, и они бы прочли бы на стенах этого дома историю нашей, я смелее сказать, великой советской литературы. Ничего этого нет. Нет ни дома, ни досок, нет и запечатленной мрамори или гранитки памяти. Есть два пустыря, есть башни, хотя нам когда-то обещали, что в перепуте Арбатских переулков никаких башен, никаких коровок строить не будут. Словом, это была совершенно неоправданная волюнтаристская акция, когда снесли прекрасный, заслуженный, исторически ценный дом, ценный в нашей советской истории. И эта потеря невосполнима, эта потеря не материальная, а моральная, что гораздо важнее всех других потерь. Впору сказать, а что же все мы думали раньше? Где была наша любовь? Думали, переживали снос с детства знакомых домов, горячились, протестуя в кругу друзей против таких вот самодовольных, не желающих вписаться в пейзаж старой Москвы башен. Но ведь были же люди, что и в самое застойное, непробиваемо авторитарное время находили в себе силы отчаянно бороться против барства, угодничества, невежественной сытости за сохранение неповторимого лица старой Москвы, нашей истории, нашей памяти и культуры. Список утраченного велик, но есть и список сохраненного. И список этот продолжается. Несколько лет назад кто-то первым кликнул клич. И пришли люди спасать, лечить, возрождать память. Вот так. Просто. Своими руками. Я работаю педагогом. Сюда я приезжаю, это для меня разрядка. Разрядка психическая, если можно так сказать. Вот, во-первых. Во-вторых, я люблю очень искусство, очень люблю нашу историю. И поэтому для меня не все равно, в каком состоянии находятся наши памятники. Здесь интересно. Ну, это нельзя сказать, что это обычный субботник. Здесь просто как-то необычно работает. Хочется, чтобы Москва была красивая, чтобы все памятники сохранены были потомству. Очень люблю это дело. Я пенсионер, я сейчас не работаю. Я под Москвой живу в Подливках. Сюда приехали специально, чтобы... Я тоже вот, я сегодня 96-й раз приехала. Специально, чтобы... Ну, я как-то как клепку какую-то для истории сделать, для потомства. Ну, чего может быть прекрасней. Во-первых, тут очень приятная обстановка. Здесь люди, которые делают дело и дают дело. Здесь не надо носить кирпичи с места на место. Тут они идут в дело. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы сохранился облик Москвы. Такой неповторимый, необычный. Чтобы сохранился труд людей, которые вложили столько много души и сердца в то, чтобы построить эти памятники. И хотелось, чтобы эти памятники видели наши дети, наши внуки. Коренные москвичи. Редкие, как самородки. После будничной мороки. Скажите, а вы не ходили на такие вот праздники? Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok